Привет! Как дела? Сегодня, в День космонавтики, в честь 60-летнего юбилея первого полёта человека в космос, я расскажу о том, как стала свидетелем установки памятника Юрию Гагарину в Лондоне 10 лет назад. 14 июля 2011 года я направилась снимать открытие Unwale. Я тогда впервые узнала это слово. Это когда снимается завеса и представляется на суд зрителя что-либо, что так давно ждала публика. Снимать открытие памятника Юрию Гагарину в центре Лондона. Почему был выбран именно этот день? Потому что именно в этот день, 50 лет тому назад, Юрий Гагарин прибыл в Лондон, где его с нетерпением ждала и встречала огромная толпа британцев. И именно на этом месте, рядом с Британским Советом, он впервые встретился с британским премьер-министром. На тот момент это был Гарольд Макмиллан. Конечно же, он посетил Бакингемский дворец, встретился с королевой и общался с большим количеством британской публики. Кстати, в здании этого Британского Совета в те дни проходила как раз-таки выставка о первом человеке в космосе. Там было представлено огромное количество экспонатов из космоса. Как еда в различных банках и тюбиках, так и исторические фотографии знаменитого летчика-космонавта. И семейные фотографии, и того, как проходила подготовка Гагарина к полету в космос, и того, как встречал космонавта весь мир. Кроме того, там также были представлены симуляторы его сидения в ракете и экспонаты в виде капсулы с собакой, которая осваивала космос до Гагарина. Мне же очень сильно запомнились и понравились фотографии именно того, как Гагарин посетил Лондон. Я увидела, допустим, район Хаммерсмин, где я жила, который он проезжал на автомобиле. Я увидела Пикадилли-стрит. И то, как его встречали британцы, увидеть такое, это дорогого стоило. Ну, а после посещения этой экспозиции я вышла на улицу пораньше, чем все остальные репортеры, чтобы занять хорошее место для того, чтобы снять, как же этот памятник будут открывать. Там висело такое черное полотно и стоял рядом кранчик, который должен был это полотно сорвать в определенный момент времени и вот тем самым открыть памятник Юрию Гагарину. Я все это, конечно же, засняла. К сожалению, видео у меня куда-то делось, то есть я его наверняка уже удалила. Так как я снимала этот репортаж для My People, московское агентство, на которое я тогда работала и которое меня аккредитовало на это мероприятие, после отправки я многие файлы удаляла, потому что огромные объемы информации не могли храниться на тот момент на дисках. Это сейчас у нас появились хард-драйвы, где объем памяти составляет уже терабайта. На тот момент у меня были всего лишь 700 мегабайт один такой CD-диск, компактный диск. Вот, поэтому, да, поначалу я многие файлы удаляла, особенно видео. Видео очень тяжелые файлы, поэтому не сохранились, к сожалению. Торжественную церемонию открыл директор Британского совета Мартин Дэвидсон. В этом замечательном событии принимали участие такие гости, как дочь человека легенды Елена Гагарина, а также дочь главного конструктора страны Сергея Королева Наталья и директор Департамента изобразительных искусств Британского совета Андреа Роуз. Елена Гагарина в своей речи призналась, что она очень рада открыть памятник в том городе, который 50 лет назад так тепло приветствовал ее отца. Елена отметила, что этот памятник свидетельствует о почитании лондонцами духа приключений и путешествий в неизвестность ради великих открытий, каким был полет ее отца. Кроме того, на торжественное открытие памятника прибыли принц и принцесса Майкл Кенский. На тот момент это были первые королевские персоны, которых я увидела в Лондоне. Я не могла оторвать глаз от баронессы Мари Кристины фон Рейбниц. Дама была одета с шиком, с блеском, перчаточки белые, бусики жемчужные, что-то там в нежную такую расцветку под белым пиджаком. Вот эта вот кругленькая шапочка, все было как с картинки, все как-то намекало на то, что это королевская персона. И я просто прямо рот открыла и как можно дольше старалась пофотографировать все детальки. И как раз именно в тот момент я и пропустила, что на открытие памятника пришел Березовский. Я не знаю, что случилось, я упустила как раз-таки этот момент, любуясь герцогиней Майкла Кенской. Абсолютно вся пресса, которая стояла с направленными к памятнику видеокамерами и фотокамерами, куда-то ломанулась и побежала. И только потом я узнала, что на открытие памятника приехал посмотреть Борис Березовский. Видимо, в человеке взыграли какие-то патриотические чувства и он решил навестить это событие. Но так как вся пресса ломанулась за ним, по тем временам у него как раз шли разборки с Абрамовичем, он ретировался и я его так и не увидела. Я попыталась что-то там поснимать, всю эту толпу, но самого Березовского так и не увидела. Да, наверное, люди того времени, даже мама сейчас вспоминает, на тот момент, когда Гагарин полетел в космос, было всего 5 лет. Очень гордятся этим событием. Конечно же, освоение космоса русскими людьми это огромная национальная гордость. И даже Борис Березовский, став русским олигархом в Лондоне, все-таки решил посетить вот такое событие в память о том, что именно русские первые полетели в космос. Ну а с официальной речью выступил руководитель Федерального космического агентства Роскосмос Владимир Поповкин. Памятник в 3,5 метра высотой был создан еще в 1984 году в Люберцах, где 15-летний Гагарин работал на литейном заводе и после этого там же тренировался. Авторство памятника принадлежит Анатолию Новикову. Он создал этот памятник к 50-летнему юбилею Юрия Гагарина. К сожалению, как вы все знаете, Гагарин погиб в авиакатастрофе, когда ему было всего лишь 34 года. Сегодня с этим памятником в Люберцах связана славная традиция. Каждый космонавт посещает его перед полетом в космос. Лондонский памятник Гагарину был точной репликой, то есть копией статуи в московских Люберцах. Статуя Гагарина простояла около Британского совета, который, кстати, находится недалеко от Букингемского дворца. Чуть более года и после этого была перемещена в лондонский Гринвич, где возвышалась над нулевым меридианом. Вот такая вот была история. В 2011-2012 годах русские с британцами очень тесно сотрудничали, отмечали 50-летний юбилей освоения космоса. И после этого в 2012 году в Британии был провозглашен Год русской культуры. О том, какие еще русские события проходили в Лондоне, я буду скоро рассказывать. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!